У этого сильного человека из Брюсселя были все необходимые козыри, чтобы быстро пробиться в Голливуд. Когда я впервые приехал в эту страну, казалось невозможным, чтобы бельгиец добился успеха в какой-либо области. И все, кто меня окружал, утверждали, что я мечтал. Появление Жан-Клода Ван Дамма на большом экране, тем не менее, оказалось мгновенным успехом. В духе суровых и могущественных героев, они в остальном вежливо отказываются от каких-либо сравнений с признанными специалистами в этом жанре, такими как Чак Норрис и Сильвестр Сталонбер. Нельзя сравнивать Роллс-Ройс с Феррари. Они обе прекрасные машины. Я хочу сказать, что у каждого из нас есть что-то свое. Мне предстоит пройти долгий путь, и это точно, но я хочу развить свой собственный стиль и быть признанным как Жан-Клод Ван Дамм. Когда он впервые появился на экране, его поразительная сила сразу же принесла ему много поклонников. Но он стремится к тому, чтобы его превосходство в боевых искусствах было не единственным аспектом его характера. Будучи по сути чувствительным человеком, я хотел бы играть больше. Я люблю то, что красиво, классическую музыку, живопись. Если вы можете добавить к действию хороший сценарий чувства, вы получите идеальное сочетание. Это потребует времени, но я справлюсь с этим. Когда он был молод, этот железный человек был 45-фунтовым грингалом. Он не стал ждать, пока его исправят, и занялся карате в 1971 году. Чего ему не хватало в мышечной массе, он приобрел в гибкости. Восемь лет спустя, в возрасте всего 18 лет, он стал чемпионом мира по полноконтактному карате. Ты чувствуешь себя наделенным миссией, когда готовишься к бою за звание чемпиона мира. Ты постоянно тренируешься, будь то утром или даже днем, с целью достичь оптимальной формы. Это то же самое, что в кино. Я люблю свою работу. Я люблю кино. Единственный способ достичь совершенства и любить то, что делаешь. Жан-Клод счастлив испытать этот успех со своей семьей. Его жена Глэд, специалист по фитнесу, его самая восторженная жена. Она фантастическая женщина, потому что, чтобы жить со мной, ты должен быть сильным. Когда я встретил ее, она уже была признана в среде здоровых людей, в то время как я был бедным неудачником. Мы влюбились, и она решила оставить свою работу на несколько лет, просто чтобы стать моей женой. И это сработало. Скажем так, я считаю это даром от Бога. Кондоминиум, в котором он живет в Санта-Монике, и который выходит окнами на пляж, хорошо демонстрирует его увлечение культурой и традициями Дальнего Востока. Да, мне нравится моя резиденция. Эти просторные комнаты напоминают некоторые прекрасные отели Гонконга. Мебель, декор и особое преобладание кремово-белого цвета переносят вас прямо на восток. Я восхищаюсь жителями Востока. Это сильные люди, которые умеют себя накормить и расслабиться. Их мудрость отражается в том, что они используют массаж, такой как шиатсу, и мягкие лекарства. Все люди, которые давят насекомых, его очень беспокоят. Энтомология долгое время была его настоятелем. Он стал настоящим экспертом в этом. Он научился восхищаться мужеством и упорством этих ползучих существ. Многие насекомые знают, что им придется умереть после размножения. Они знают, что им придется умереть, выполнив свою миссию. Поэтому они вкладывают все в эту миссию. Их единственный лейтмотив, их единственная идея добиться успеха. Эта же идея привела его в Соединенные Штаты, но при этом он не забыл свою родную Бельгию. Несмотря на то, что ему пришлось принять американский образ жизни, Жан-Клод Ван Дам обратил внимание на свой выбор места жительства в Калифорнии. Что мне нравится в Санта-Монике, так это то, что там можно гулять, как в Европе. У меня теплые воспоминания о Париже и Франции. А Бельгия, конечно, Германия, Италия. Так приятно иметь возможность гулять по улицам в одежде, с кофе и свежим хлебом, смотреть и чувствовать, как живут люди. В Санта-Монике я тоже могу прогуляться по пляжу с ресторанами. Привыкший к изысканной европейской кухне, ему не нужно далеко ходить, чтобы чувствовать себя как дома. Когда он хочет хорошо поесть, он водит свою маленькую семью в ресторан, которым владеют четыре парижских шеф-повара. Фенелл выбор гурмана. Повара по очереди совершают паломничество через Атлантику в поисках новых божественных рук. Я люблю есть полезные продукты. Если вы ознакомитесь с тем, как работает ваше тело и каковы требования его механики, вы станете внимательны к типу топлива, которое вы ему даете. И вы позаботитесь о том, чтобы ваше тело было здоровым. Не засоряйте его. Это как новая машина. Мы избегаем заправлять ее обычным бензином или маслом второго сорта. У маленького Кристофера, конечно, были бы веские причины сказать, что мой отец может превзойти твоего. Еще более популярный, его второй фильм принес ему новые предложения. Но он хотел бы сыграть что-нибудь, кроме крутых ролей. Я бы хотел участвовать в разных постановках, например, в драмах, в которых, почему бы и нет, есть чувствительность, любовь, страсть. Это будет зависеть от сценария и возможностей. Вы знаете, мне всего 29 лет, и моя карьера только начинается. Да, да, да.